Аплодисменты И мы решили, такой вот палеотип Мы нашли, что если мы читаем лекцию То можно с нашего друга бараньку денег не брать Ну какой-то жанр, ну кому нужна лекция Да? Теперь, значит, опять Мне вчера напомнили, что я, оказывается Тут очередную какую-то лекцию год, два или три назад Начал с того, что вот вы тут пиарщики А я журналист, так вот вы нахрен Никому не нужны, ну в смысле журналистам Я этого не помню, но верю Поэтому сейчас будет лекция посвящена Абсолютно честная лекция, действительно Название гражданинопроекта Продукт пиара Строгое так оно и есть Вот если бы у нас не было пиара Причем пиар был абсолютно белый Абсолютно бесплатный То не было бы никакого гражданинопроекта Это правда, попытаемся сейчас доказать Доказать это в нашей краткой лекции со стихами На простых и конкретных примерах Да Значит, рассказываю С чего начался пиар Это мы проиллюстрируем даже стихами Ну, как вы знаете Мы начинали все это на телеканале «Дождь» Штук пять, по-моему, да? Зафигащий Да, пять штук, шестой был запрещен Да И, значит, шестое стихотворение было запрещено А может, пятое, честно Или пятое, да Оно было посвящено Ну, как у нас редко бывает Оно было посвящено Путину и Медведеву Да Чтобы сразу двое у нас таких стихотворений было Ну, еще три-четыре Значит, будет такая тема Сейчас мы сделаем такой вот новый жанр Почему? Записали мое стихотворение Оно было подвергнуто жесточайшей цензуре Сейчас Миша будет читать стихотворение А я буду работать цензурой Но мне не привыкать, потому что сколько, 20 лет в коммерсанте Это подражание Евгения Евтушенко Стихотворение называется «В тандеме вот что происходит» Значит, а я цензура, давай Я читаю честное быковское стихотворение А Васильев будет цензуром Давай Со мною вот что происходит Ко мне мой старый друг не ходит И даже открывает рот И говорит наоборот А я катал его на лыжах Учил не отдавать, курил Он слов тогда не то, что лишних Он вообще не говорил Он под ногами не мешался Любил смиренное житье Как тени Свойственно у шварца Всегда он место знал свое Стоп! Вот это четверостише нельзя Ну, как и следующее Нет, нет Следующее тоже Поехали Я главный пост доверил тени В веселом нашем шапито Между нами внятных разночтений Не замечал почти никто Стоп! Ну, мы люди тут умные Понимаем, что это тоже нельзя Поехали дальше Допустим, я руля державой Небрежно Левой рукой часы всегда ношу на правой А он Не помню на какой Но, в общем, мы ходили цугом Я был вполне доволен другом Пока в один прекрасный день Он не решил, что он не тень Стоп! Как вы понимаете, надо говорить не так Надо говорить Пока в один прекрасный миг И вот в один прекрасный миг В прямом эфире он возник Это правильно Давай дальше Еще зимой Не ради спору Имея юкос на уме Я внятно высказал, что вору Сидеть положено в тюрьме А он с хихиканьем подспудным Сказал, что я давлю на суд, мол И зарезвились суете Разнообразные не те Потом, с усмешкой рисковой Сказал я, пальцем погрозя Что, мол, на Ливию крестовой Поход устраивать нельзя И услыхал от друга Димы Твои слова недопустимы Стоп! Нет, давай мягче Вот и услыхал от друга строго Мол, мы пойдем другой дорогой Ну так, ничего страшного Меня публично он уел Ты что же, Дима? Ты не прав Не так Не так Ты что же, милый, обалдел Ты же тоньше Давай Зачем тебе со мною ссора? Или ты наслушался им ссора? Или ты забыл, освоив власть, кому на плечи руки класть? Опять тихо, давайте поскромнее Или ты забыл, освоив власть, что не на все ты можешь класть? Ты мне невежливо ответил И, в общем, судя по губе, ты неосознанно наметил второе царствие себе Или соблазнил тебя гантмахер своей словесной пургой Тебе послать его бы в рифму Но ты не быков Ты другой Тебя прельстили эти цацки Тебя опутывает лесть Но это так не по-пацански Ты помни, Дима, кто ты есть Какой резон в твоих демаршах? Запомни, Дмитрий, ты из младших Ваш долг, доверие к отцам Димон, ты че не как пацан? А дальше вот что происходит Ко мне в волнение приходят силовики, сырьевики И остальные земляки Визжат с Ванидзе и Альбаци А я в ответ Спокойно, братцы Кому, кому, а нам известно Хоть пять корон себе надень Коль наша тень меняет место То мы отбрасываем тень И этого, конечно, нельзя Вот эти четверости же все забыли Финал Не надо, вот отбрасываем тень Хорошо, хорошо, финал Да, давай И пусть порой он смотрит злобно И даже пыжится, как царь Тень ляжет так, как мне удобно И мы подружимся, как встарь А вот теперь я говорю правильные стихи И пусть... И пусть порой он смотрит злобно Серьезный парень Но не царь И вышло как-то неудобно Но мы подружимся, как встарь Вот это был первый опыт белого пиара Потому что нас запретили Даже с этим цензурированным вариантом Естественно, это было снято с эфира нахрен Естественно, это попало в интернет Естественно, произошел скандал В общем, и строго говоря Ну, в основном, мы обязаны Наташу Синдееву, конечно Нашей славой посмертной Вот, а вообще-то пиар Потому что когда нас выкинули из эфира Ну, естественно, начался Ну, просто какой-то мрачный такой белый шум Люди звонили из Германии Вот и ты из Германии тебе звонил, да? Из Германии мне звонил мой однокурсник Гена Венгеров Который там достаточно популярный Киноартист играет, плохих русских И вот он сказал, что мы только узнали О существовании телеканала Дождь Когда они вас выкинули, значит, из программы После этого зато Дождь стали смотреть больше народу Ну, тоже можно считать пиар-ходом, согласитесь, да? Причем чисто белым пиаром Потому что когда Наташа нас зарубила То ей, наверное, стыдно было, да? Ну, я думаю Она же хорошая баба вообще Наша подруга Но ради пиара, да, можно даже выкинуть Значит, из эфира «Гражданин Пайд» Например, скажем, еще такие есть у нас Не, но дальше ты началась Когда нас выкинули Дальше нас пригласили На встречу с премьером тогда Премьер-министром Владимиром Путиным в Пензу Сначала позвонили мне Я вообще подумал, что это шутка Потому что какой-то женский голос Сказал, что он заместитель Или помощник там третьего заместителя Пятого департамента по культуре Там администрации премьер-министра И мы вас приглашаем на встречу Значит, к Путину в Пензу Я так растерялся, что я говорю А какая повестка дня? Потому что я действительно Я уже там с 97-го года Не принадлежу никакой государственной организации Чего я должен у премьер-министра отчитываться? О чем-то непонятно И я говорю, ну извините А 97-й год, когда ты принадлежал Государственной организации под названием МХАТ? МХАТ, да, откуда его выгнали, да? Так вот, ну это тоже был пиар Так вот, и я говорю, что я подумаю И повесил трубку Через 15 минут мне позвонил Журналист Гриша Заславский И сказал, это правда, что вы отказались От поездки к Путину? Я говорю, мы пока еще не думали Я вообще звоню Быкову Чтобы он сочинил стихотворение И Быков даже сочинил стихотворение Ну вот мы думали, что мы поедем с Путиным Встречаться, я выйду и прочту стихотворение У Быкова было стихотворение За все, за все тебя благодарю я Вот, но мы позвонили Васе Поскольку мы рабы с Быковым Мы работаем на частного предпринимателя Андрея Васильева Мы позвонили хозяину В Лондон И говорим, надо ли нам Ты, как лондонский сиделец Надо ли нам в Пензу? Он говорит, ни в коем случае То есть, ну вот так мы как бы и отказались Мы сказали, что оно Быков действительно Было где-то в Челябинске А у меня действительно жена Уехала на гастроли с группой Татьяна И я, у меня много детей Я должен был быть дома Это был такой пиар, да? То есть мы не против Путина Ну просто жена оставила нас с детьми Поэтому не смогли Жена строгая, да И вдруг это такое имело Такое имело резонанс Что даже Андрея Васильева Вызвали на Би-Би-Си Да, я главное Это самое, приезжая в Лондон А я был как раз конец поста И у меня был праздник встречи с алкоголем Я на яхте ходил по югу Англии И вдруг мне звонят действительно с Би-Би-Си На полном серьезе Говорят, давайте интервью Для Би-Би-Си А для меня, ну я же старый человек Да, я же еще помню Вот эти глушилки там на кухне Ну то есть это как для меня Самое главное вообще что есть Я говорю, а что я буду говорить? Он говорит, как? Вы будете давать большое интервью Про то, как Миша и Дима Не поехали в Пензу Я говорю, вы сошли с ума И где-то там минут сорок пять Я дал интервью Потом мы с этим журналистом Пошли выпить пивка Я ему честно говорю, слушай Вы шалели что ли? Вот о чем вообще речь? Говорят, ты ничего не понимаешь Это главное событие в России Вот на этой неделе Это главное событие Что Дима и Миша Не поехали в Пензу Вот как мельчает Свобода слова все-таки, да? Да, и в общем я должен сказать Что все-таки вот когда я понял Вот это для меня какая-то знаковая была точка Когда я вышел с этого Это же Бушхаус Там на этом знаменитом написано На доме написано Мы приветствуем всех, кто говорит по-английски Ну это такое знаковое место Я тут вышел и я понял, что Стоп себе думаю Похоже это бабло И я вернулся в Москву И мы стали делать уже проект Как коммерческую историю Опять же Мы просто договорились Мы ничего не выдумываем Мы действительно Довольно забавно, да? Что мы действительно обязаны Ну там журнал Forbes подсчитал Что мы зарыло заработали Что-то 83 миллиона рублей, да? Я-то не считал Ну давайте будем верить Но не насильно Намного меньше Ну я черт его знаю Да, я действительно не считал Но Forbes, мы ему верим Да, вот там в общем было написано Ну вот еще пиар, например Вот если вы все знаете Дмитрий Песков, да? Ну как бы пресс-секретарь Путина И вот он Заодно поработал на проект После того, как мы поехали в Пензу Да Его действительно там что-то спросили Он просто сказал Очень хороший проект И он сказал Очень хороший формулировочек Такая была Говорит Вы знаете, вот Последнее время Быков стал Лучше писать А Ефремов стал Лучше читать После этого Это был просто Карт-бланш нам выдан Да, и кстати Давай уже в догонку Но это прямой Не связано с Песковом Потому что я действительно Не знаю Как это было У нас запрещали концерт в Сочи Помнишь, да? Ну просто реально До концерта Две недели Ни договора нет Ничего Не разрешают продавать билеты Не разрешают Вешать плакаты И мэр города Сочи Сказал директору того зала Где мы должны были выступать Он сказал Ребят Вот ну Просто только через мой труп И даже если Владимир Владимирович Путин Меня лично попросит Чтобы я разрешил этот концерт Я его все равно не разрешу Чтобы сделать приятный Владимир Владимирович Путин Да А у нас спонсор этого концерта Был Прохоров И ему почему-то Было очень важно Чтобы мы Выступали в Сочи Там пофигу было Ну нет-нет там Ну денег-то много И так Да Ну поверим в Сызраль Ну он бы что-то хотел Я звоню там В его структуру Я говорю Ребят Ну если вам надо Ну что-то делайте Я не знаю Там какая-то большая политика Мне ночью Раздается звонок Слушай Там прошел сигнал Ну уж если Такой сигнал не пройдет Ну я тогда не знаю Что будет Да Я даже не стал спрашивать Я так испугался Что я даже не стал спрашивать Собственно Кому сигнал От кого сигнал Выяснилось так Что это Мэр города Сочи Нашли где-то там На охоте Губернатор Ткачев И сказал Ты Тварь Будешь сам Билеты продавать В подземном переходе Я повторяю Я не знаю Какой сигнал И кому прошел Но факт Соответственно фактом Не уверен Что мэр города Сочи Продавал билеты В подземном переходе Но полный зал у нас был Сам этого не видел Не знаю Но полный зал был И Вполне возможно Что А может и не без мэра Сочи обошлось За две недели Собрали полный зал Есть еще интересная Например История Народная Народная Ну да Про Бухова что ли Вот кстати Красивая вещь У нас же было Вот Я не взял Сочи оборудование Да не страшно А ну не важно Я просто рассказываю Стою У нас же есть такое Если помните Такое стихотворение Которое называется Спасибо что бухой У нас было два повода На неделю Был повод что Ну во первых Выборы в думу были Да И был На этой же неделе Был вот премьера фильма Спасибо что живой Вот Ну мы создали Значит произведение искусства Причем дико боимся Потому что Ну там например Были такие срочки Что я Я не люблю Максимова и Эрнста И белого Сыгравшего Христа Вот И Но у нас еще друг Да еще у нас Плюс наш друг Никита Высоцкий Никита Высоцкий Да Тоже стрёмно Который вообще переживает Дико У него отец умер Говорят Вот И то А это наш дружок Да Как неудобняк Для начала мы пригласили Выпить значит Никита Высоцкого Потому что мог Ему прошли Сихотворение Никита несколько обалдел Ну говорит Ну типа В суд не буду В суд не буду Подавать Я немедленно звоню Эрнсту Слушай мы тут стихотворение Написали Никите понравилось Ну и заодно Максимову тоже Мы позвонили Потом вышло Стихотворение Да И Эрнст собрал у себя Значит совещание И сказал что Товарищи дорогие Нас отметил Гражданин поэт Это мы значит Создали что-то Социально значимое Да это правда Медицинский факт Да Потому что у них Там позиция Они когда этот фильм Выступали К нему я понимаю К этому фильму Выпускали очень много вопросов Но они хотели Создать из этого Действительно Какое-то социальное явление Ну у них была такая идея Ну там Получилось не получилось Не знаю Но тем не менее После нашего строения Константин Львович Сказал что Да все задачи выполнены Мы попали Гражданин поэт Социальное явление Получилось Это все чисто Про пиар Андрей Безусловно А можно А можно А можно я Вот сейчас по ходу Просто задам вопрос Ну я Я знаю Так сказать О том что у вас проходил После этого региональный тур И Насколько Я помню По-моему Прохоров его поддерживал Да И там В общем то что было 8 городов Или 10 городов Больше 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 Штук 18 Сначала Сначала Когда Прохоров возглавил Правое дело Галина Борисовна Волчек Даже перенесла Премьеру Анархия Которую ставил Гарри Ксукачев На месяц Дальше Чтобы я мог поехать Там было очень много Концертов Заделано Но потом Когда Ты понимаешь Это не пиар Это административный ресурс Это административный ресурс У нас был Единственный запрещенный Концерт Реально запрещенный Это было в Перми При том что Марат Гельман Два раза Два раза Он был запрещен Два раза Они один раз Сказали что будет Потом не будет Потом когда ты звонил Марату Да Но потом все таки Мы договорились Договорились про сцену Там Они решили делать Офигительный какой-то праздник Там какая-то площадь искусств Там 15 тысяч народ Бесплатные билеты Ну И вот мы значит Там выступать должны Зарубили этот концерт В последний То есть в день концерта Непосредственно Ну там что там творилось в Перми И ваш бедный Марат Ну в Красноярске Ладно нет Не важно Нет Неинтересно просто Да У нас пытались Что в Красноярске запретить Но не запретили Но там не было интриги Так вот Или запрещали Там 15 тысяч народу Там Говорят Не нифига не будет Вот Потом значит Выясняли Почему это случилось Причем В этот там день Открытие Московский кинофестиваль Я туда прихожу В какой-то век Как звезда Ну Миши не было Я вместо Значит Ну типа звезда Вот И там мне все подходят И говорят Слушай Вы забашляли Чтобы вас запретили А то как-то действительно Я понял Что что-то мы целый год выступаем Никто не запретил Ну как-то Хотя у нас есть же строчки такие Да Что я не люблю поэтов С гражданином Их Еженедельное кино Они с подачи Путина даны нам Иначе бы их закрыли бы давно И тут так удачно Нас запрещают в Перми Потом выяснил Что случилось Это спасибо пиарщикам Чисто Запрещение было благодаря Из-за пиара Как это случилось Уместные пиарщики Придумали креатив Они везде раструбили Что вот у нас на этой площади Будет выступать гражданин поэт И они сказали Вот теперь у нас будет Своя болотная площадь И дальше Главный мент Перми Приходит к губернатору И говорит Вот мой партбилет Я увольняюсь нахрен И где-то я этого мента понимаю Ну и губернатор Ему же дороже все-таки мента Чем гражданин поэт Вот и нас отменная Но это чисто Вот пиарщики перестарались Ну в общем такое Поучительная история Вы конечно запомните Креатив хорош Но иногда бывает Слишком хорош Вот кстати Давай про Путин и мужик Народный пиар Вот кстати Вот классический случай Белого пиара Вот это турне по Волге Как раз нам и помогло Потому что мы сначала Мы очень боялись Вообще-то стрёмно выступать Мы вообще не понимали Что это у нас за проект Когда мы только вот Начали выступать На больших площадках Потом мы поехали В первое турне И в Самаре На площадке Мы спросили у публики Их пища человек А кто-нибудь Вот не знает Что такое гражданин поэт Оказалось что все знают То есть публика была Везде подготовлена И приблизительно одинаково Реагировали Что в Краснодаре Что в Лондоне Везде приблизительно Одинаковая реакция Где-то может быть чуть Но мы в Тель-Авиве не выступали Вообще В Тель-Авиве не выступали Мы не выступали Но там мало платья Так вот И Андрей Витальевич Предложил зрителям Снимать все на видео На все что угодно Делайте Снимайте И вот стихотворение Главное сейчас секунду Миша я тебе переберу Там действительно мы так придумали Чисто как прикол Обычно выключите Мобильный телефон Ну как всегда говорят Мы говорим Нифига Включайте мобильный телефон Снимайте Ну это мы думали Такой прикол просто Это принесло свои плоды И в Краснодаре Мужик снял Не ну Быков сочинил стихотворение До этого Я его Там его он прочел сам На следующий день Мы его решили повторить В Краснодаре И я его прочел С бумажки Сидя И какой-то мужик Снимал значит Ряда с четвертого И потом Вот именно Вот эта его съемка Она собрала там что-то за миллион Просмотров За неделю Причем тот ролик Который мы сняли Любовно Там со светом Там дубль второй Дубль четвертый Там пятьдесятый Миша старался В гриме А мужик просто снял Вот этой фигней И это был самый популярный Наш ролик И он до сих пор Самый с диким отрывом Он там собрал Что-то больше двух миллионов Наверное сильно больше Двух миллионов посещений А сейчас давайте Миша и прочтет Путин И мужик В сапогах В потертой Блузе С бодуна Во всей красе Шел мужик По кукурузе По низжатой Полосе Пиджачок Торчал Кургуза Из цигарки Шел дымок Думал Вот же Кукуруза Дальше Думать он не мог Вдруг Заряв калиматоры Подошел Комбайна В строй А в комбайне Тот Который А в соседнем Тот Это второй В куртках В фирменной расцветке В окружении поселян И в руках У них ракетки И у каждого Волан Неприступный Как гостайна И стремительный Как вжик Путин Вышел из комбайна Путин Тут и сел Мужик Вышел Солнцем Осиянин Наступил В родную Слизь Что? Трясешься Россиянин Это правильно Трясись Увидавший Пред собой Поселянин Заблажил Как же вас Сюда Обоих Чем я это Заслужил Неожиданно Доступим Вербовать Тон Мостак Да не бойся Промолвил Путин Мы с Димоном Просто так Просто нынче За обедом Доедая Сколоп Мы подумали С медведом Замутить Еще Чего Все мы делали Чего там Забавляя Всю страну Управляли Самолетом Погружались В глубину Нежные дружбы Не таили Пели рок Коров доили Твиттер Свиттер Макинтош Лыжи Танцы Все что хочешь И при звоне Чашек чайных Был ответ Произнесен Мы ни разу На комбайнах Не играли В бадминтон Ни в России Ни в Союзе Так не делали Скажи И при этом В кукурузе Ну смешней же Чем воржи Совершенно Оболванен От таких Серьезных Тем Тихо Ахнул Поселянин Вот же круто А зачем Путин Скушал Эту дерзость И ответил Не по лжи А чего И все тут делать Ну не править же Скажи И мужик Напрягший память Так и брякнул Королям Правда Лучше вам Не править Лучше так Вот по полям Что бракетки И валаны И комбайн Для куражу А какие ваши планы Я хоть бабе расскажу И с усмешкой Как ангел Он сказал Примерно так То ли на лыжах В акваланге То ли в танке На журфак Что тут скажешь Что предложишь Лежа в страхе На стогу Как ты так Без литра можешь Да уж Молвил он Могу Сейчас Еще чисто Непосредственно Про пиар У нас же был Как Ну мы 5 марта Естественно У нас были Похороны проекта Крокус сити холл Там 6,5 тысяч зрителей Все круто Ну и еще Неделю за две До этого концерта А там какой-то ад был Какой-то Таганрог Ростов-Сочи Красноярск Там потом Два концерта В Лондоне Приезжаем У нас прогон Ну адский ад Ну бабло С другой стороны Вот И еще Где-то За две недели За 10 дней До концерта В Крокусе Нам наш промоутер Говорит Что давайте делать Еще один концерт Мы уже все билеты продали Надо опять делать Крокус Я говорю А как Вот под каким видом Мы же уже похороны Там все Похоронили Миша там В гробу Выехал Ну все Красиво И говорит А будет 9 дней Как 9 Когда 6 Говорит Да никто не считает Ладно Сделаю еще Потом говорит Давай быстро В эстраде делаем 40 дней Я говорю Там не получается 40 Там получается 32 Говорит Не-не-не Никто не считает Давай 40 дней И в какой-то момент Продаются билеты Плохо Но у нас же кончился Интернет Все-таки это могучая Поддержка Кстати На самом деле Чтобы понимали Вот пока у нас Проект был в интернете Мы там за Скажем 4 месяца Нашу книжку Вот эту Грузовый поэт Продали где-то там 110 тысяч экземпляров Ну с 1 апреля По 1 июля А да У издательства Так отчеты присылают Мы продали 2011 Вот книжка та же Да Но это одно дело Когда раз в неделю Выходит А другое дело Не выходит Ну так вот И билеты значит Продаются плоховато И мы с Мишей Сейчас художество Расскажет А мы были в Юрмале Нет Сначала я не был в Юрмале Сначала я был в Москве Мы из Юрмала Уехали Концет у нас был 15 И мне звонит 8 числа Значит Из нашей прокатчики Говорят Надо что-нибудь снять Встретитесь с Васильевым Поругайтесь матом Там на видео Мы потом выложим В интернет Потому что билеты Плохо продаются Нужно как-то Да Распиарить Я говорю Да-да-да Конечно встретимся Но как-то мы не встретились Я 9-го уже улетел В Юрмалу Мы там прекрасно провели 9-е число 10-е И узнали о том Что 10-го были обыски Были обыски Навального Собчак Вот все эти обыски И 11-го Мы действительно Не с очень хорошим настроением Возвращались в Россию Прилетев в Москву И честное слово Стремно было Едем в Шереметьево Мы так курим Около аэропорта И я говорю Миша А зачем мы туда едем А там в обыске И 11-го числа Вот 10-го были обыски 11-го мы прилетели 12-го я позвонил С утра Нашим прокатчикам Говорю Ну вот мы прилетели Где мы снимем Значит этот ролик Он говорит Да не надо уже Вот как обыски были За два дня Все билеты проданы Понимаете Как я поучительной лекции Какие бывают виды пиара Вы записываете По этому поводу Быков написал стихотворение А кстати Давайте свеженькое Да это свежее Ну как оно не свежее Ну относительно свежее Нет Тогда смотреть Тема А да Тема про вот эти обыски А это то что он Экспромтом написал Да Нет не экспромтом Это мы делали Для 15-го по-моему Это на Высоцкого тоже На охоту на волков Я уже не нуждаюсь в защите Я похерил оглядку и шок Обыщите меня Обыщите Загляните в защечный мешок Чем я плоше Навального Леши Приходите с утра натощак Как сгибаясь под тяжестью ноши У собчак уносили общак Идут войной на хомяков Поход на гнезда Галеру с крабами достали хомячки Их поднимают на заре Пихают грозно И лезут пальцами в защечные мешки От парфена подряд до пархома Под стенание кремлевской грязцы Хомо сапиенс Бешеный хомо Обнажает стальные резцы Мы отвыкнем робеть Заикаться Мы броней обрастем со спины Вам представит Предстанет такой хомикадзе Что покажется медом скины Наши щеки округлые Как глобус Наш защечный запасец Зловещ Нас не должен запугивать Обыск Это очень хорошая вещь В отложениях хомячьего быта В липком времени льющемся вспять Столько разных вещей позабыто А пора бы уже отыскать Идут в поход Войной на хомяков В поход на гнезда Галеру с крабами достали хомячки Их поднимают на заре Пихают грозно И лезут пальцами В защечные мешки Запылились с эпохи советской Но, как видим, у нас еще есть И упрямство, забытое в детской И в чулане забытая честь И старинное фото в оправе И надежды не меньше пяти И понятия о леве и праве Все при обыске можно найти Прихотливы эпохи изгибы Но и обыск порой хорош до поры Без него нам себя не найти бы В полумраке хомячьей горы Не особо привязаны к тыщам Не страшась НТВшной молвы Мы себя постепенно отыщем Но чего же отыщите вы? Предаваясь досужьему трепу Поднимая пинками семью Вы нароете полную жопу Но не нашу уже, а свою Побеждайте свои предрассудки Ибо есть еще время пока Ваша гибель не в зайце, не в утке А в защечном мешке хомяка Идут войной на хомяков Поход на гнезда Галеру с крабами достали хомячки Их подымают на заре Пихают грозно И лезут пальцами в защечные мешки Это действительно не было в интернете Чисто для концерта Еще одна поучительная история Совсем недавняя Действительно вам, наверное, будет полезно Как можно манипулировать прессой Причем такой серьезной прессой РИА Новости Вот тут про НТВ было Ты про пьяных Да ладно, НТВ не очень интересно А, да, про РИА Новости Это был совсем недавний случай Сидим мы с Мишей, я извиняюсь Но нетипичный случай Сидим выпиваем Вот Тут ему звонит РИА Новости Он мне говорит Но мы еще только начинали выпивать Он говорит А что говорить-то Я говорю Скажите Пусть перезвонят через 20 минут Вот Звонят Мы быстренько составили релиз В результате А я же все-таки Ну как бы Какой-то никакой медийщик Да Я понимаю Что Звонят поздно вечером В субботу Ну то есть Хорошая жизнь Я не буду звонить В субботу поздно вечером Видимо у них что-то там не хватало Срочно надо было Какую-то фигулечку Ну говорит У кого какие-то телефоны есть Кто-то там говорит О, у меня есть телефон Ефремова Вот звонит И я понимаю Что субботу вечером Взрослых нету В РИА Новости Вот И Миша Четким голосом Защитывает пресс-релиз Там было на том Что я звонил Что Быков Это по поводу Какой у вас будет новый проект Я говорю Будет проект Господин Хороший Быков звонил Васильеву В Голливуд И тот сказал Что наша триада Свобода, любовь и бабло Должна работать На благо народа Что-то еще я сказал Я сейчас говорю Только то, что написали Быков будет выступать А, Быков будет выступать Под фамилией Коровьев Он обидется потом И главное Ну, поскольку Ну, медиа-менеджер Десяти лет Я, не Миша Миша говорит Да не могут они это опубликовать Сейчас с ума сошел Я говорю Миша, помяни мое слово Действительно опубликовали Завтра это будет в ленте И завтра это было в ленте Больше того Это же перепечатал Это появилось в ленте коммерсанта Вот это Ес Да И, значит, смотрите Под финал я хочу сказать Что вчера наш проект Получил гран-при Премии коммерсанта О, коммерсанта Сноп Сноп Это вчера Миша получал Как раз эту премию Я не получал Я летел сюда А, да Тоже, кстати Ну, это не совсем про пиар Когда Миша приехал на вокзал Ночью Он не успел даже премию получить Приезжает на вокзал И ему на вокзале Говорят Ну, в поезде Говорят, очень хорошо Только у вас билет Санкт-Петербург-Москва Аплодируем Касану Баранникову Ну, так вот У нас был Да, конечно Сейчас прощаю И там был такой опыт У нас Ну, как бы Нам вручают премию Там, да-да-да Ну, вы говорите Можете какой-то стих написать Актуальный А у нас Быков Дорогой поэт Очень, да Там не платят Ну, и мы взяли Поэт подешевле Орлушу И это будет Кстати, вы будете слышать Это первый опыт Сотрудничества Гражданина-поэта С Орлушей Второй С недорогим поэтом Орлушей Он один раз писал На нашей На похоронах На похоронах, да Вот Орлуша Я прошу прощения Все-таки Орлуша настоящий поэт Поэтому пишет длинно И уныло Ну, посмотрим Вот Ну, вы, во всяком случае Судите сами Я, кстати, это Не видел даже сам То есть я слышу первый раз Владимир Владимирович Маяковский И Андрей Орлов Орлуша Разговор с товарищем Путиным Грудный дел С суматохой банальной День переходит В вечерний момент Двое На площади Триумфальной Я В смысле Памятник И президент Я Как положено Монументу Ростом Повыше Башкой К небесам К ноге Привязана Белая лента Но это я честно Сделал не сам Путин частенько Ко мне приезжает Забыв пробега Дневного прыть Может стихи мои Уважает А может просто Поговорить Мы с ним Толкуем довольно Жестко Спорим Запросто Горячо Я, например, Говорю ему Тезка Скажи мне По-честному Как там Че От нас Поэтов Не жди Оваций По крайней мере Не от меня К примеру Развитие Инноваций Это правда Или фигня Давай-ка, Володя Правду выкладывай Не по бюджету А по душе Слышу в ответ Положение Задовое Но что-то Делается уже Мы догоняем Другие страны По многим Факторам Впереди Таких, как Ученого Перельмана Пойди Попробуй У них Найди У нас Таких Самородков Тыщи Загадочен Гений Нашей страны Напрасно Буржуй Нас С подачкой Ищет Нам Ихние премии Не нужны Рот Открыт В напряженной Речи Бровей Щетинки Вздернулись Ввысь Во взгляде Боль О судьбе Человечьей И о зверей Выживания Мысль Ты думаешь Нам Для чего Миллиарды Зачем Мы тут Копим Рубли К рублям Знаешь Как плохо Живут Леопарды Ты думаешь Жить Легко Журавлям Сердце Готово От боли Сжаться Их же Может Совсем Не стать Короче Я тигров Учу Размножаться А журавлей В небесах Летать Еще Расселяем Нищ И оголь Ширится Добыча Нефти И газа Но рядом С этим Конечно Много Всяческой Сволочи И заразы Устаешь Огрызаться И отбиваться Иные Совсем Отбились От рук Очень Много Всяких Мерзавцев Ходит Народных Денег Вокруг Многие Не понимают Суки На Триумфальной И чистопрудной Мы их всех Конечно Скрутим Но всех Скрутить Ужасно Трудно Короче Все рассказал Без утайки Про то Что кризис Не ерунда Про то Что не любят Закручивать Гайки Но нынче Без этого Никуда Про то Что нашей Любимой Нации Чтоб солнце Светило В стекла Окон Нужны Не дурацкие Инновации А жесткие Правила И закон Причем Не первый Закон Гидравлики А чтоб Не безумствовал Интернет Потом Подумав Сказал Журавлики Милей Журавликов Птичек Нет Поговорить Не успели Жалко Мы на прощение Руки Пожали Он Сел В большой Дельтаплан С мигалкой И скрылся Курлыча В небесной Дале Ночь Накидала На площадь Тени Вдруг Показалось Видеть Могу Вон За собою Стадо Оленей Гордые Смело Ведет Шойгу Вон Все дела И заботы Брося Скинув Гламурную Мишуру Рома На нерест Ведет Лосося Чтоб Показать Как метать Икру Вон С хомячками Идет Навальный Вон За собчак Семенит Табун Вон За мутко Матерясь Нахально Звери Фанаты Бегут С трибун Может Не нужно Нам инноваций Может Быть Проще Решение Есть Если Дождемся Таких Миграций Значит Есть Смысл Оставаться Здесь Груды Дел Бестолковых По сути День Закатился Как солнце Блин Я Не мигая Смотрел Как Путин В небе Вел Журавлиный Клин Спасибо большое Вопросы К докладчику Вопросы А сейчас Я пока Воспользуюсь Значит Ну Тоже Воспользуюсь Некой Пиар Возможностью У нас 3 ноября В клубе В новом клубе А2 Будет большой концерт Будем пробовать Новые Третьего Да Ноября Да Будем 4 октября Это в эстраде А здесь в Питере А здесь в Питере Питер 3 ноября Да Мы будем пробовать Новые жары Ноября 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 Да Так что Приходите Билеты будут дорогие Очень Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров